Hey, ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой бьюти-канал. Снова меня зовут Юля, и в сегодняшнем видео, как вы, наверное, уже поняли из названия, мы будем с вами сравнивать, ругать или хвалить две палетки от Джеффри. Дело в том, что Джеффри в прошлом году вышел с его, наверное, одной из самых скандальных коллекций, которая когда-либо у него была. Вот так она называется. Я не буду произносить название, потому что мало ли Ютубу это не понравится. И, в общем, что произошло? Он вышел не только с палеткой с огромным количеством матовых оттенков, которые я использую и по сей день, мне нравятся эти оттенки, они прекрасно растушевываются. У меня, кстати, макияж глаз сегодня, используя эту палетку, и мне нравится качество ее, оно бескомпромиссное, надо сказать. И вместе с матовой палеткой у него вышла добавочная шиммерная палетка, что тоже вызвало очень много разговоров, потому что многие люди не поняли, почему и зачем он вышел с такой маленькой шиммерной, если можно положить было все эти шиммеры в эту палетку. Эта палетка, наверное, одна из самых худших палеток, с которой Джеффри когда-либо выходил. Почему? Потому что качество этой палетки, оно оставляет желать лучшего. Например, самый красивый такой серебристый оттенок, который так и манит попробовать его нанести его на веки. Он настолько плох, настолько в нем не виден пигмент. Посмотрите на то, насколько мне сложно взять что-либо из этого рефила. Он плохо переносится на мой палец, что уж говорить, когда вы наносите его на веки. Наиболее удачные оттенки в этой палетке, это были оттенок Champagne Pop. Он действительно достаточно пигментированный, реально очень красиво смотрится. Вот этот оттенок, Gagging он называется, он тоже очень хороший. Soaking Sun, супер классная пигментация, потрясающе красивый оттенок. Некоторые оттенки здесь хорошие, некоторые похуже. В общем, с этой палеткой было много проблем. Большинство цветов этой палетки, они были ужасными. И именно поэтому Джеффри вышел с идеей вернуть деньги и отправить эту палетку бесплатно. В обновленном качестве, с обновленной формулой. То есть все должно быть у нас в чики-пуке. И давайте же мы ее раскроем. Мне кажется, это, знаете, самый такой приятный момент, когда ты получаешь посылку. Кстати, насчет упаковки, пока я еще не разорвала ее, мне нравится эстетика. У Джеффри, мне кажется, никогда не было проблем с тем, как презентовать свой продукт. Это ощущается так, что он думает, как бы сделать так, чтобы его продукт запомнился и был уникальным. Начиная даже с упаковки. И, в принципе, что мы видим, это обычный дизайн, который был у него в прошлой упаковке. Ничего не изменилось. И, кстати, ребята, я чуть не забыла. Когда я открыла упаковку посылки, я увидела такую карточку. И на этой милой розовой карточке Джеффри пишет, что он гордится тем, что он делает. И что он хочет дать только положительный экспириенс или только самый хороший опыт, когда дело касается косметики. И также, если присутствует какая-либо проблема, мы с радостью сделаем это все правильно. Пожалуйста, вот ваша обновленная палетка. По дизайну эти две палетки абсолютно одинаковые. Никакой разницы нет. Сейчас бы главное не перепутать их. У-у-у. Посмотрите на эту красоту. Смотрится очень красиво и многообещающе, как мне кажется. Это здорово. И сейчас пришло время, конечно же, сравнить эти две палетки. Мне кажется, по первому взгляду, никакой разницы нет между ними, если честно. Все выглядит, в принципе, более-менее одинаково. Однако, когда я сейчас смотрю на свой монитор, мне почему-то кажется, что вот эта палетка, особенно тот оттенок, который находится в середине, он как будто выглядит чуть более ярче, чем серединный оттенок в этой палетке. Серединный оттенок в этой палетке, он как будто бы более приглушенный, я бы сказала так. Ну а так, в принципе, никакой разницы колоссальной пока что не видно. Конечно, первое, куда я хочу засунуть свой палец, это будет вот этот оттенок. Один из самых интересных оттенков этой палетки. Да, это именно тот пигмент, которого я ожидала увидеть. Для сравнения мы возьмем нашу предыдущую палетку и посмотрим на то, какой пигмент у нас здесь. Я думаю, разница очевидна. На этом пальце у нас обновленная палетка, на этом пальце у нас старая палетка. Почему-то мне захотелось сделать свотчи в реальном времени, и потом я также покажу вам сравнительные свотчи этих двух палеток, чтобы увидели эту разницу. Наш первый оттенок, который мы уже попробовали, называется Glass Wet. Очень красивый оттенок, очень мягкий, мне нравится, как он чувствуется у меня на руке. Следующий оттенок, не менее манящий для моего вкуса, называется Champagne Pop. Извиняюсь, Champagne Creep. Супер красиво смотрится. Следующий оттенок у нас Gagging. Мой любимый бронзовый оттенок Socking Sun. Ууу, вот это пигмент. Просто посмотрите на то, как этот оттенок невероятно красиво смотрится, переливается. Да, это, наверное, один из самых пигментированных оттенков именно в этой мини-палетке. Супер красиво смотрится. Дальше оттенок Frozen Fire. Как будто бы это как Дуахром. Нет? Не кажется. Ну, конечно, он не такой пигментированный, как наш предыдущий оттенок. Это 100%. Тоже красиво, тоже красиво. Следующий оттенок Bath House. Ууу, это, наверное, тоже будет невероятно пигментированным и классным. Шимром я это уже даже вижу. Тоже очень даже красиво. Смотрится, опять же, ничего плохого сказать не могу. Оттенок Explique, тот самый оттенок, с которым у нас было большое количество проблем, потому что он не набирался в прошлой палетке. Ну, да, это, знаете, такой более сухая формула именно у этого рефила. Поэтому я не надеюсь, что это будет что-то сумасшедшее в плане того, как он покажется на руке. Ничего сумасшедшего в этом оттенке, конечно, нет. Он не такой классный, как предыдущие несколько оттенков. Оттенок Fome Party. Пенная вечеринка. Пока что, как мне кажется, первые два ряда оттенков были наиболее такими уникальными, отличающимися от других формул, других брендов. И последний оттенок, который называется у нас Эфелева башня. Невероятно пигментированный оттенок. Это факт. Ну что, ребят, надо сказать, что сводчи очень даже хорошие. Все гораздо лучше сводчится, чем предыдущая его палетка. Имеется как невероятно пигментированные оттенки, так и очень легкие. Что-то, с чем гораздо более легко работать, что-то на повседневку. Это классно, что он понял свою ошибку. И, в общем, чтобы люди не перестали покупать его в браздную, он решил таким образом как-то возместить этот ущерб. Да, если так это можно назвать, какой ущерб? Это просто макияж. Что, ребят, вы угадаете, на какой руке у меня имеется сводчи новой палетки, на какой старой палетки? Конечно же, на этой руке у меня сводчи новой палетки, на этой старой. И я думаю, что разница очевидна. Все это смотрится гораздо лучше именно на этой руке. Моей левой, вашей правой. Что, ребят, предлагаю пробовать нашу обновленную палетку от Jeffree Star и посмотреть, насколько она хороша. Мне почему-то очень хочется взять оттенок Champagne Drip, невероятно красивый цвет шампанского. Нанести его хочу на середину. Очень красивый цвет, мне кажется, это, знаете, такой идеальный акцент на глазах, на повседневную носку. Я хочу попробовать оттенок Glass Wet, конечно же. Совершенно другое дело. Оттенки просто как масло. Вот это, наверное, правильное описание их. Я возьму кисточку от Худы и наберу этот же самый оттенок Glass Wet на нее. Это, кстати, одна из моих любимых кисточек для того, чтобы наносить шиммеры, чтобы это было все красиво и ровненько. Все-таки такая кисточка – это не самый идеальный вариант нанесения именно этого оттенка. Лучше всего это, конечно, пальцами. И дальше я хочу взять оттенок Foam Party. Это как раз-таки тот оттенок, который был невероятно сухим в его прошлой палетке. Тени невероятно осыпаются, поэтому это нужно иметь в виду. Сначала лучше, конечно, делать макияж глаз, а потом уже тон, потому что эти блестки, они могут вызвать даже как неприятные ощущения на глазах. И сейчас я сделаю реснички, подводку и вернусь к вам уже через секунду. Такой у нас получился макияж. Вернее, мы просто добавили шиммеров, если честно, на веки с использованием обновленной палетки от Jeffree Star. Мне нравится, что я вижу. Я использовала палетку его большую со всеми матовыми оттенками поверхности шиммера. И я, если честно, в большом восторге. Мне очень нравится работать с его формулами, с его палетками. Когда я смотрю на эти оттенки, мне хочется творить. Я смотрю, ага, я хочу сегодня использовать, там, допустим, такой-такой-такой-такой оттенок. И я знаю, что макияж может получиться либо легким дневным макияжем, либо я могу сделать это таким хорошим, нормальным вечерним макияжем. И при этом я знаю, что мне не потребуется огромного количества времени, усилий и нервов, чтобы создать вот что-то вроде вот такого образа, как сегодня. Поэтому эта палетка, она мне все так же нравится. Мне понравились шиммеры. Я считаю реально, что эти шиммеры делают так, что макияж выглядит как будто бы чуть более дороже. Наверное, это из-за формулы. Насколько я помню, очень много кто отзывается о формуле шиммеров от Джеффри, что они якобы такие как масляные. И я, в принципе, наверное, соглашусь с этим. С этой палеткой определенно разочарования нет, только положительные эмоции. Единственное, что ты всегда будешь помнить, что у тебя есть эта палетка, и качество у нее было ужасное. Как говорится, первое впечатление нельзя произвести дважды. И, наверное, это не тот случай. Но мне кажется, что если вы решили купить косметику Джеффри Старра в первый раз, и у вас такой получился казус, то, наверное, вы подумаете дважды перед тем, как купить ее еще раз. Как и у меня это произошло. Поэтому будем следить за его выпусками, что он еще выпустит интересного. Я лично больше по нюдовой гамме, поэтому надеюсь, что это будет что-то вроде вот такого, но не такое, знаете, экстравагантное и скандальное, я бы сказала. И да, ребята, надеюсь, это видео вам показалось интересным. Надеюсь, вы извлекли из этого что-то новое для себя. И также мне было бы невероятно интересно, покупал ли кто-то из вас эту коллекцию. И столкнулись ли вы с тем, что у вас палетка его шумерная, оказалась такого же плохого качества. Ждете ли вы того, что вам пришлют новую, или вы как-то, да, мне уже все равно. Обязательно пишите внизу, мне очень интересно будет посмотреть, у кого какая ситуация, и насколько вы относитесь к этой ситуации. Понимаете ли вы, что бывают браки на производстве, или вы разочаровались в его бренде, в его косметике. Будет очень интересно почитать ваши комментарии. И да, ребята, на этом наше, надеюсь, не очень длинное видео подходит к концу. Я желаю вам прекрасного дня, хорошего настроения, идеальных макияжных дней каждый день. Ваша Юля, и прощаюсь. Всем пока!